он скрыт Баден, 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 Баден. Ну что, пойдемте. Ну что, друзья, а я продолжаю бежать по Германии, и я побежал в ее солнечную часть, потому что зима, потому что холодно, потому что не хватает солнца, и мой путь был проложен в самый солнечный, самый теплый немецкий винодельческий регион, он называется Баден. Конечно, сейчас трудно представить, что этот регион такой, потому что он сегодня окутан туманом, в ине все виноградники, но здесь, поверьте, действительно, самое большое количество солнечных дней в году. Виноделы других регионов говорят, что Баден просто избалован солнцем, согрет солнцем, купается в солнце. Здесь теплее, чем в других регионах. Он входит полностью в зону Б. Что такое зона Б? Большая часть виноградников Германии находится в зоне А, более северная зона, более прохладная. Дальше идет зона Б, более теплая, также север Франции к ней относится. А потом дальше, по мере продвижения, южнее уже будет зона С, еще более теплая. Соответственно, так как здесь теплее, так как здесь больше солнца, то здесь можно выращивать не только рислинг. И, собственно, в бокале у меня как раз, вот он, не только рислинг. Один из моих любимых не только рислингов, это Шпетбургундер. Здесь он находит для себя много приятных мест для произрастания. Он очень значим по площади посадок. Вообще регион интересный, многогранный. И с этого места мы начнем открывать для себя винодельческий Баден. Пойдемте со мной. Сейчас такой большой очень тренд. Это бургундские сорта винограда в Германии. Есть регионы, которые отдают им большое почтение. И Баден как раз такой регион. Здесь большая площадь посадок. Вообще в Бадене более 15 тысяч гектаров виноградников. Это третий по размеру винодельческий регион в Германии. Для Германии это много, но вообще в целом для всего мира совсем чуть-чуть. Здесь большая площадь посадок не рислинга. Здесь выращивают пино нуар, который в Германии называют Шпетбургундер. Здесь выращивают пино блан, который тут называют Вайсбургундер, белый бургундский. Здесь выращивают пино гри, который тут называется Каубугунда. серый, бургундский. И вот здесь мы как раз на винограднике Пино-Нуара. Эспет бургундра. Выбирая, куда поехать, я хотел совместить, найти такое место, где сплетена была бы и история, и виноделие, и что-то интересное для нас, для русских зрителей. И поэтому, в общем-то, долго думать не пришлось. Я главным направлением для себя выбрал город Баден-Баден, потому что он удобен, до него легко добраться. Это красивый город, полный истории. А самое главное, что вокруг города виноделие, вокруг города виноградники, и до ближайшей винодельни буквально 5 минут езды, поэтому именно здесь начнется мое путешествие по Бадену. В городе Баден-Баден. Баден-Баден называли всегда самым русским городом Германии. А еще его называли третьим городом российским после Петербурга и Москвы. И здесь всегда было очень много русского населения. Здесь всегда модно было приезжать на лечение, на воды, для развлечения. Ну, как вообще это все сложилось? Почему так получилось? Самым первым, наверное, стоит вспомнить тот факт, что принцесса Баденская Луиза в 1793 году сочеталась браком с будущим императором Александром Первым. Но все-таки массово русское население открыло для себя этот город. После победы над Наполеоном, когда царские войска уходили, возвращались в Россию из Парижа, они, генералы, открыли для себя этот город на обратном пути. Его благоприятный климат, воды, индустрию всю, которая здесь создана для отдыха. И через некоторое время вернулись сюда со своими семьями, со своими детьми и стали возвращаться сюда регулярно. Таким образом, город приобрел такую очень большую славу. В Баден-Бадене кажется, что жизнь остановилась, мгновения остановились. И ты себя чувствуешь так же, как, наверное, чувствовали наши соотечественники в 19 веке, приезжая сюда лечиться. Кстати, тогда в Баден-Бадене говорили, что сюда приезжают не больные. Сюда приезжают здоровые, приезжают за социальной жизнью, за красотой, за умиротворенностью, чтобы общаться, общаться на салонах, играть в казино, пить местное вино, ну и, конечно же, пользоваться лечебницами. У меня за спиной знаменитое казино Баден-Бадена. Это было одним из мест привлечения внимания вообще, как бы, людей со всей Европы. И это казино считается одним из самых красивых, казино в мире. Марлен Дитрих, которая шутила и говорила, что знает все казино в мире, заявляла, что это казино самое красивое, по крайней мере, с ее точки зрения. Построено оно было в 1821-24 годах и привлекло сюда большое количество игроков. Здесь, в 1863 году, Фёдор Михайлович Достоевский проиграл все деньги, остался вообще ни с чем, ни на что было ехать обратно. А чуть позже, в 1767 году, он играл здесь пять недель и дошел до того, что же проиграл обручальное кольцо своей жены. Именно после этого, после посещения казино Баден-Бадена, Достоевский написал свой шедевр игрок. У нас в России подобное невозможно. У нас сейчас большое число русских играет на рулетке. Но, по-моему, они даже и к игре-то не способны. А, по-моему, рулетка только и создана для русских. Я лучше буду дебоширить по-русски или разжеваться на рулетке, чем стану Гоппе и компани через пять поколений. Это возмущает мою татарскую породу. Когда планируешь путешествовать в какой-то город, очень важным становится вопрос с выбором отеля. Баден-Баден не исключение в таком случае. Баден-Баден предлагает множество возможностей, но один отель мне показался особенным, интересным. Вообще, у сети Rumors три отеля. Это Мюнхен, это Франкфурт и Баден-Баден. И здесь сочетаются такие очень стильные классические элементы дизайна в виде удобных диванов, удобных кресел с разными совершенно неожиданными комбинациями. Но еще в отеле есть потрясающий спа с бассейном открытым на верхнем этаже на крыше. И это вообще, мне кажется, прекрасная комбинация. здесь, когда ты находишься возле холма, становится четко понятно, в очередной раз понятно, концепция Теруара. Теруар это все факторы, которые влияют на стиль вина. Я нахожусь вообще практически недалеко от центра Баден-Бадена. Это пригород Баден-Бадена, деревень, которая называется Ной Вайер. Ну, она уже слилась с городом. Здесь виноградник очень высокого уровня, уровня Гранд Крюк, который называется Майерберг. И, во-первых, впечатляет очень сам виноградник, потому что более 500 лет возрастом этим террасам, то есть это вручную возведенные террасы, которые нужно ремонтировать. И вообще во всей Германии буквально несколько специалистов есть, которые знают, как это делать. И здесь, в этом хозяйстве, я нахожусь в хозяйстве Шлосной Вайер, они как раз организуют мастер-классы вот на этих своих участках для тех виноделов, у которых столкнулись с подобной проблемой, у кого старые виноградники, и их нужно восстанавливать. То есть они приглашают специалистов и делают официальные мастер-классы каждый год. Так вот, этот холм, мало того, что он всегда согрет солнцем, мы понимаем, что здесь прекрасная освещенность, но здесь еще уникальный уникальная такая экспозиция. Если мы посмотрим, например, дальше в долину, то там туманом скрыты все холмы, потому что холодный воздух спускается с гор Шварцвальд и с одной стороны, и с другой стороны, все скрыто туманом. А здесь этот участок, он так раз и прорезался сквозь туман. когда-то монахи впервые начали использовать эти земли, вообще хозяйство начинает свою историю с 12 века, как раз по этой причине, потому что здесь было удобно использовать эти участки для выращивания винограда, для выращивания других сельскохозяйственных культур, потому что там, где нет тумана, там, конечно же, меньше влажность, там меньше проблем с разными болезнями. И здесь сейчас выращивается потрясающий рислинг, но рислинг в Бадене имеет совершенно иные характеристики, нежели чем в Мозель или в Райнгау, потому что здесь больше солнца, здесь больше концентрация сахара, здесь чуть ниже кислотность, но самое главное, благодаря почвам, вот здесь, когда мы смотрим на этот виноград, мы понимаем, что там плодородный слой минимален, там очень много камней, там почвы очень бедные, и вино получается практически солоноватым на вкус, то есть это уникальная комбинация. Здесь, конечно, работать очень тяжело, вы понимаете, что на таких участках работать можно только вручную. Я нахожусь во дворике, во внутреннем дворике замка шло снова вайр, и здесь, мне кажется, очень символично надпись, которая, она здесь сохранена, это эмблема замка, и реставрация, как бы он был, он был перестроен, реставрирован в 1549 году, и тогда на нем было написано вот этот чудесный слоган, там написано на старом немецком языке Zeitbrangthrosen, время приносит розы, время дарит розы тем, кто умеет ждать, и в этом месте это чувствуется вдвойне, потому что, когда ты выходишь, ты видишь этот чудесный замок, который сохранен, и люди, которые могли кропотливо его восстанавливать, поддерживать, ждать, они заслуживают самого лучшего, они заслуживают всех роз в мире, этот виноградник, который находится прямо за дверями замка Mayberg, это потрясающие вот эти все террасы, которые с большим трудом поддерживаются, которые рождают вообще потрясающие вины, в этом месте такой лозунг становится абсолютно понятным, и у хозяйства есть вино, даже, которое так же называется, здесь написано Zeitbringhrosen, Zeitbringhrosen, здесь написано, Robert Schatler, Riesling, 2018-й, например, этот год, Zeitbringhrosen, время приносит розы. у меня в руках историческая винная карта, это настоящая винная карта из отеля Ritz-Carlton в Нью-Йорке 1913 года, Майнлист, Ritz-Carlton, Нью-Йорк, 1913-1914 года, и я очень люблю такие вещи, может, конечно, потому что я первоначальное образование историческое получил, но здесь все, вообще, интересно прослеживать всю историю развития виноделия. немецкие вина, здесь раздел в карте называется Hock, потому что все, что вокруг Франкфурта, в области Франкфурта, тогда называли Hock американцы. Посмотрите в эту винную карту, пожалуйста, внизу Schloss, Neuweir, Meierberg, Auslese, 1911 года, если мы посмотрим на цену, 2, в общем-то, кажется, как же так, почему это стоило настолько дешево, но если мы сравним это с какими-то другими винами, например, мы сравним это с вином, например, с Pantekane, Pantekane стоило столько же, а если мы посмотрим на Бургундию, например, что мы увидим? Шабли Мутон, Мутон, это отдельный виноградник Гран-Крю в Шабли, который принадлежит хозяйству домена Landepaki, 2,50, а Шлостной Wires стоит 2,00, то есть они как бы в одной цене практически находятся, то есть мы находимся в историческом мене, которое всегда было известно, вообще, конечно, интересно, насколько немецкие вина были популярны уже тогда, ведь Германия славилась ими, здесь в этой винной карте есть и Шлост Йоханнисберг со своими винами, здесь есть их кабинет, здесь есть вино с виноградника Шлостберг, на котором я уже был, и причем, посмотрите, Рюдисхаймер, Шлостберг, кабинет Бернаус-Лезе стоит 8,50, а если мы посмотрим на Шато Мутон-Ротшильд 81-го года, 1881-го года, он стоит 7, Шато Мутон-Ротшильд 81-го года и Шато Марго и Шато Брион, они все стоили дешевле, они все стоили дешевле, чем Рюдисхаймер, Шлостберг, Бернаус-Лезе, Германия должна вернуться на такие же позиции. Если вы не являетесь продвинутым виноманом, если вы не проехали огромное количество винодельских хозяйств, если вы может быть вообще никогда в них не были, то место, в котором я нахожусь, вам покажется немножко странным, плесень, какие-то странные, тут камера пыток, на самом деле для человека, который любит вино, увлекается, занимается, им это прекрасное место, потому что я нахожусь сейчас в подвале под замком, этот подвал является винным погребом, то есть надо мной наверху шлостной ваер, то есть вот этот исторический замок для этой деревни, то есть мы находимся в деревне ноевайр и шлостной ваер и здесь очень давно делают вино, поэтому плесень, которая есть в погребе, это очень ценная плесень, виноделу не нужно привносить дрожжи, потому что здесь уже сама микрокультура витает в воздухе поколениями, это очень важно, таким образом каждое вино оно получает как бы частичку чего-то от прошлых урожаев, ну а вот это вот устройство оно вообще используется в процессе выдержки вина на осадке, когда нужно перемешивать осадок, то есть когда в бочке или в чане в каком-то вино на осадке выдерживается и нужно этот осадок иногда удораживать для того, чтобы улучшить обмен между дрожжевым осадком и вином, потому что дрожжевой осадок дает цены аминокислоты, но здесь это мы говорим про белые вина, а не про красные, а я вот стою здесь сейчас возле бочки с красным вином, это пенонуар 2016 года урожая, который здесь сейчас выдерживается, выдерживается, прежде чем будет разлить по бутылкам, попадет в продажу, поэтому погреб это всегда самое главное место для посещения, для того, чтобы увидеть всю, так сказать, кухню винного хозяйства. В замке находится ресторан, ресторан называется Goldenes Loch, также называется виноградник, который находится здесь, прямо за замком, ресторан находится в такой потрясающей, потрясающий интерьер замка, красивый, незабываемый, впечатляющий, здесь можно наслаждаться и интерьером внутри, и посмотреть в окно, наслаждаться красотой виноградников, также здесь есть летняя терраса с видом на виноградники уровня Grand Cru. Почему виноградник называется голодный слог? Потому что в переводе это означает как золотая дыра, дело в том, что это холм, и когда закат солнца вечером, на всех рядом холмах уже нет света, а на нем еще примерно 10 минут остается солнечный свет, который как будто бы прорезает этот холм, как будто такая золотая дыра действительно, и естественно виноград здесь дольше остается освещенным, получает максимум тепла и возревания, поэтому в этом ресторане можно попробовать этим участком владеет хозяйство монопольно и приехав сюда поужинав здесь вы можете прикоснуться к прекрасному если мы представим себе карту Германии и ее границу с Францией то граница проходит вдоль Рейна и с одной стороны Рейна на севере Франции горы Вагезы и там регион Эльзас с другой стороны Рейна горы Шварцвальд и вот здесь вот прямо примостился регион Баден то есть он скрыт от всех ветров укрыт от всех ветров от влажных ветров прохладных этим горным массивом и здесь виноградники находятся на холмах утопают в лесах и трудно конечно сказать что это дикая природа но отчасти ты чувствуешь что да ты здесь где-то далеко от цивилизации и хозяйства в которые я сейчас приехал называется Негельсферст находится с одной стороны недалеко от города Баден-Баден с другой стороны ты отъезжаешь от города и проезжаешь по таким петляющим дорогам в горах и приезжаешь сюда и здесь даже виноградники ограждены и вот здесь есть такая калитка которая защищает от диких кабанов потому что они здесь бегают они здесь едят виноград виноград сладкий а выращивать виноград это ионический труд урожайность низкая и поэтому каждый гроздь на счету и чтобы хоть как-то себя немножко защитить от виноделы высаживают такие изгороди и ставят калитки ну что пойдемте познакомимся с виноградниками поближе в хозяйстве Негельсферст старые виноградники ну значительная часть старых виноградников и у них низкая урожайность это всего лишь буквально совсем немного и как раз этим цены старые лозы что они дают мало гроздей но очень концентрированный насыщенный сок получается и вино получается с отличной концентрацией с прекрасной структурой надо сказать что виноделы работают круглый год и зимой у них тоже хватает работы зимой когда лозы спят нужно убрать лишние побеги с этого года их отрезают причем это очень серьезная работа нужно уметь знать как правильно обрезать делается зимняя обрезка лоза будет очищена от тех отростков которые уже больше в следующем году не нужны и останутся только те которые будут плодоносить в этом году и первый этап это когда все срезается второй этап когда проходится и собирается уже эти срезанные отростки и мы сейчас стоим на холме рейн протекает где-то вот там а вот в той стороне там далеко там Эльзас ну в общем-то не так далеко и в хорошую погоду здесь красивая перспектива открывается видно практически до Страсбурга открывается перспектива такая туда далеко но сейчас все что мы видим это такой белый туман как мультик ежик в тумане когда даже лапы не видно Негельферст это одна из таких старейших виноделин она была основана в 1268 году когда-то здесь делали виновища монахи-цистерианцы и с тех пор никогда в этой области виноделие не прекращалось и сейчас такой как раз интересный момент когда ты приходишь на винодельню и понимаешь что здесь сталкивается многовековая традиция и современность то есть старые виноградники и при этом в погребе есть современное оборудование но это современное оборудование вмонтировано в старые маленькие помещения ты понимаешь что это вино с долгой традицией производства но при этом у него современная винтовая пробка что кстати очень здорово потому что винтовая пробка защищает вас от вино ваше и вас в том числе когда вы купили от многих дефектов в вине то есть у вас будет меньше разочарования меньше риска получить какую-то проблему с вином а можно еще пожалуйста очень уж он замечательный что мне паял кв ваши дефектов вы persistent